С инфекцией еще в воздухе. Надежда Алешкина разбралась, не появился ли шанс избежать заражения только у аллергиков, или он есть у всех в период цветения. Чего боится этот вирус? Вопрос, набивший оскомину ученым. Противоядие COVID-19 ищут на протяжении всей пандемии. В наше довокационное время среди доступных оставались чеснок, имбирь, спирт и солнечные ванны, пока в Голландии не обратили внимания на цветы. Ученые из Открытого университета Нидерландов предлагают прогнозировать сезонность респираторных и вирусных заболеваний по пылению растений. Известно, что пыльца играет роль в иммуноактивации и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся грибоподобных вирусов. Поэтому мы предполагаем, что ее появление в сочетании с погодными переменными может объяснить сезонность эпидемии гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19. Кажется логично, что теория о пыльце, которая спасает от болезней, появилась именно в стране тюрпанах. Ученые из Голландии рассматривали графики заболеваемости с 2016 по 2020 год, куда включили и COVID. При этом рассматривались данные 100 тысяч голландцев. Получилась точная взаимосвязь между концентрацией пыльцы и сезонной заболеваемостью. Механизм ТАФО. Пыльца активируют иммунитет, возникают аллергические симптомы, что, конечно, неприятно, но в этот период с вирусами организм борется более эффективно. Гадание на цветах о возникновении эпидемии, пожалуй, самое приятное из-за несуществующих. Главное, сильно не увлекаться цветочным ароматом. Когда-то есть способ заражения, никто не отменял. Вопрос, ну что, сколько в новой теории старых открытий. Ведь цветение обычно совпадает с летним сезоном. А это значит, что вирус может погибнуть не от пыльцы, а от повышенной температуры и влажности. Но это если не брать во внимание, что московское лего очень часто похоже на осень. Каждый вирус, он не очень нюдно себя чувствует. На солнце, да, под ультрафиолетом многие вирусы разрушаются. Вот при такой температуре высоких тоже не все вирусы выживают на поверхности. К этому возражению следователи тоже были готовы. В статье говорится, что коронавирус отлично распространяется и летом, и зимой. Взять хотя бы жаркую Бразилию, которая сегодня среди лидеров по числу COVID-инфицированных в российском мау-клубе на обществе, хотя и коллег из Голландии, отнеслись с большим интересом. Однако считают, что то, что хорошо голландцу, русскому может и не подойти. Наличие какой-то взвеси, какой-то пыльцы в воздухе может взаимодействовать с теми микрокапнями, в которых содержится вирус, и просто делать их тяжелее, или что-нибудь быстрее исчезать и хуже распространяется. То, что сама пыльца как-то может влиять на функционирование вируса, на его инфекционную способность, мне кажется, мало выгоден. Вопросы возникают и относительно самой аллергии. Считается, что она усугубляет течение болезни, а сами аллергики и астматики находятся в группе риска. Но есть и те, кто практически не болеет. Андрей Куриш страдает от цветения, но респираторные заболевания для него большая редкость. Вот это открытие голландских ученых, оно, в принципе, наверное, доказывает, что... А вот на хрене. ...болезни, полный достаточно натренирован, и по этой причине вот коронавирус не удавал. Кстати, врачи также заметили эффективность противоаллергенных средств профилактики коронавируса. Врачи-иммунологии из России в этом году тоже отметили, что аллергики в период пандемии болели меньше. У меня сложилось впечатление, что эти пациенты легче перенесли ковид в этом году. Но, может быть, какие-то особенности цветения не перекусают. С другой стороны, аллергики, как и вся страна, сидели по домам и, в принципе, меньше дышали пыльцой. Так что именно она активизирует иммунную систему, которая потом борется с инфекциями пока рано. Эту теорию еще нужно будет доказать. И уже не только в Голландии, но и во всем мире. Надежда Решкина, Кристина Соколовская, Куршева Анастасия и Кристина Лохвердива. Известия специально для Рэндова. У Вэкси целой серии новых работ, и они все про пандемию. Знаменитый художник разукрасил вагону Лондонского метро изображениями своих уже классических крыс. Но теперь они чихают и вообще выглядят заболевшими. Даня Вэкси напомнила, что как важно носить маски. Сам процесс художественной роскости вагонном Вэкси выложил себя в блоге. Он подал пример, как сейчас правильно нужно одеваться в общественном проекте. Они были косю в защите, перчатки, очки и респиратор. Один из ведущих европейских политиков сегодня сделал довольно откровенное заявление, которое издают, пожалуй, конец целой эпохи. Чуть более часа назад Ангела Меркель заявила, что рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов европейцы больше не могут. Спустя 30 лет после воссоединения Германии, после окончания Холодной войны, мир устроил по-новому. То, что для нас было само собой разумеющимся, например, то, что США защищают Европейский Союз, перестало быть доковым. Это изменилось. Нам нужно найти подходящие ответы на эти приметы. Вообще сегодня немецкая пресса ожидала, что канцлер назовет имя своего преемника, но когда возникал прямой вопрос, Меркель сейчас отказался. Она уже 15 лет в роднице, она была на мой период, как в следующем году. Сегодня в Сирии на установленной возле шоссе Мини подорвался российский патруль. Крадры, атаки были в любовных сети. Как сообщили в нашем центре о применении сторон, взрыв произошел во время совместного вывезда российских и турецких военных в Ильтурской зоне деэскалации. Трое наших солдат, аккуратные, сейчас заставлены на базу к ми-миму, их жизнь вне опасности. Просто попутно, что ранее на этой неделе в Сирии были задержаны трое военников, которые шпионили за военными. Они были за то, что в Раймере в Пальмире, чтобы там спирать порваться о передвижении к российским солдатам. Практически сразу всякие признали, что инструкторы из какой страны готовили к выполнению этого задания? Американские. Готовили нас американские инструкторы, учили обращаться со всеми видами оружия. Тренировки были сложные, по 2-3 часа в день. Нам выдали автоматы М-16, но на выполнение задания отправили с российскими АК-47. Эта террористическая группировка может иметь отношение к сегодняшнему подрыву российско-мурецкой колонны, так как она считает свою деятельность в самых разных провинциях. На территории Сирии. Всем, возможно, притязаниям на российские территории сегодня фактически положен конец. Первое чтение прошел законопроект, заявляющий неизменность национальных рубежей. Одна из поправок в Конституцию обретает правовую форму. Те, кто ее нарушили, приравняют к экстемистам. Даже если это будут иностранцы, на них все равно распространится российское право. Я не понесу наказание до 10 лет с тюрьмы. Все выяснил Виктор Снёвов. На этом голосовании тоже рекордная явка. 85% депутатов в зале. Важное первое чтение по железобетонной поправке. Вот они. Восемь строн в законе противодействия экстремистской деятельности. Добавляется формировка об отчуждении части территории. Теперь это тоже экстремизм. Наказывать за попытки будут сроком до 10 лет. За призывы до 4. Но сначала штраф. Это называется административное проявление. Второй раз, если человек не выманился, тогда уже будет уголовная ответственность. Вот это первое. Теперь, что касается действий, это будет уже тяжкое преступление. Из-за действия, сразу уголовное преступление, действия будут выражаться на каких-то там спорах подписи, организации каких-то групп. Жесткая мера с очень понятным принципом действия. Но прежде чем проголосовать, депутаты интересуются за обсуждение статуса Крыма. Тоже смогут наказывать, или это совсем другое рассуждение, на тему незаконного присоединения Крыма и принадлежности его к Украине? Будут ли такие высказывания попадать под действия рассматриваемого законопроекта? Спасибо за вопрос. Конечно, Крым без комментариев является нашей страной. Поэтому они считаются будут экстремистскими. Это один из самых верных способов объяснить все всем и сразу. О подчуждении российских территорий нельзя даже заикаться. Держать в себе такие идеи сложнее всего иностранцам. Теперь, когда известны сроки, станет полегче. В России за это смогут осудить очно-заочно, потребуют экстрадиции за рубежа. В первую очередь попасть под поправку могут некоторые граждане Украины с их мыслями о Крыме. Но есть еще и европейцы, которые скучают по Калининграду, и японцы. Накануне голосования газета «Сангей Симбун» рассказала, что их местные коммунисты потребовали острова. Россия внесла конституционные поправки, чтобы заселить острова, которые были захвачены силой во время Второй мировой войны, как свою собственную территорию. Коммунистическая партия утверждает, что Курильские острова это все территория Японии. В Думу, кстати, скоро внесут законопроект, который разрешит блокировать иностранные ресурсы с призывами что-то у России забрать. Во время обсуждения депутаты вспомнили много таких попыток, улыбились в историю и даже перешли к поиску виновных в разваре СССР. Президент, насколько членов КПСС бывший федерат. Пойдите руку и сжали. Вот кто разрушил Советский Союз. Вот это и есть предатели. Беловежское соглашение было ратифицировано съездом народных депутатов. Большинство депутатов принадлежали Коммунистической партии Российской Федерации. Уважаемые славяги, уважаемые коллеги, я попрошу этот славяги остановить. Важный законопроект не мог пройти без жарких дискуссий, но в итоге выяснилось, это была просто горячая поддержка. Противников не оказалось вовсе. Почти все за и только кто-то один воздержался. Виктор Снеок, Валерия Ибрагимова, Софья, Железнова. Известие специально для РЕН-ТВ. Очевидно, что закон о территориальной целостности может пригодиться уже вскоре. Тем более, что попытки переписать истории встречаются все чаще. На южных условиях активисты и участники отцы против расизма выносят на обсуждение вопрос носа памятника первому главе русских поселений в Америке Александру Баранкову. Сегодня его критикуют за то, что он воевал с индейцами. Ведь в Американце забыли, как именно появился. Впрочем, некоторые люди за провязку выступили в защите.